Продолжение следует... ...подберет для вас наиболее выгодные условия. Этим вы помогаете продвижению канала. И сейчас мы поговорим коротко и по делу про моментальный вывод денег. Если вы смотрите мой канал более-менее внимательно, вы знаете, что я обычно агитирую за парк Космос. Потому что до этого я работал в парке каком-то Рязанском, в его Тверском филиале, где вывод денег осуществлялся в конце недели. И стоило это 6%. Можно было запросить срочный вывод в течение дня. И стоило это 10%. И разумеется, когда ко мне сюда в Тверь приехал Володя, тогда у него канал назывался не Новости такси, а Два Щетчика. Я, кстати, считаю, что это наиболее крутое название его канала. Но тем не менее. Он приехал, мы познакомились лично. И когда он создал свою подключашку, да, он, разумеется, меня пригласил. И так вот я оказался в парке Космоса. Конечно, моментальный вывод денег после окончания смены с безнала для меня был просто отдушен. Если раньше я старался возить только за наличные, то наоборот, с приходом в парк Космос я вожу только безнал. Потому что выводился он всегда моментально. Буквально несколько минут и деньги у тебя на карте. При этом пассажиры боятся отменять безналичные заказы. При этом пассажиры, даже если не выходит, это не твоя проблема. Оплатная подача оплачивается целиком, даже если пассажир отказался от заказа после, там, пяти минут ожидания машины. То есть я принимаю заказ, пару-тройку минут просто прокрастинирую и через некоторое время двигаюсь. Две минуты там в пути, ты еще не доехал до пассажира, но пять минут уже прошло. Да, что ли он откажется? Деньги тебе упадут. Очень удобно. Так вот, так было долгое время, пока я не публиковал следующий скриншот. Вы видите, я здесь пишу Momentum и Model Bank нехорошие люди. Model Bank это банк, который дает системе Momentum попользоваться деньгами. То есть он предоставляет деньги, которые системе Momentum, собственно говоря, и перечисляет водителям. По сути, минуя парк. Это очень удобно до тех пор, пока Momentum эти деньги не решит придержать. Так было и со мной, поэтому я опубликовал этот скриншот. Один из пассажиров заказал такси из Твери до Москвы. Физически мне не довезти было его до Москвы, да тем более за обозримое время. Из-за того, что тогда были карантинные ограничения, нужен был цифровой пропуск. Он делался за два часа, как минимум. Ну, в общем, я не стал заморачиваться, довез его до Зеленограда, где пересадил на другое такси. И он, собственно говоря, дальше уехал вглубь Москвы. Это было для него быстро, чуть-чуть дороже, на полторашечку, но тем не менее. А вот у меня поездка завершилась раньше, да, чем предполагалось. И я даже не подумал о том, что могут быть какие-то вопросы. Но они возникли у Моментума ко мне. Хотя Яндекс мне эту поездку оплатил, пересчитав по таксометру. Моментум морозил деньги три с половиной недели. Я не мог вытащить там 2600 рублей. Три с половиной недели. Собственно говоря, я потратился на бензин, поэтому, по сути, я был в жестком минусе. По этому заказу я еще и время потратил. Примерно три часа, полтора часа туда, полтора обратно. За это время я мог что-нибудь заработать. Короче, я тогда осерчал, выпустил вот такой вот пост, но не стал снимать на эту тему ролик. А тем не менее, надо было это сделать. Потому что сейчас у меня к Моментуму ряд претензий. Я их даже выписал. Во-первых, задержка выплат бонусов и всего такого прочего, что называется словом бонус в Яндекс.Таксометре, за последние два месяца стала практически постоянной. До сих пор Моментум не рассчитался с водителями за сбой, который был в Яндексе 18 февраля. И только если их бомбить письмами, как сам водитель, так и парк может это делать, только после этого они худо-бедно со скрипом деньги возвращают. Далее. Постоянные блокировки заказов стоимостью более тысячи рублей. Если заказ был достаточно дальний и стоил более тысячи рублей, то он вешается на модерацию и может провести там час, два, три, а может и 24 часа. Далее. Несоответствие баланса в таксометре и баланса в Моментуме на 499 рублей. Я-то к этому привык. Но многие водители, которые привыкли смотреть свой баланс именно в таксометре, не понимают, откуда берется эта разница и кто кого обманул. Дальше. Если водитель своей поездки не проверяет по какой-то причине, то он может, ну, просто недосчитаться определенных денег. То есть он смотрит в Моментуме поездки, видит, что там их, допустим, определенное количество на определенную сумму, и у человека все хорошо в голове, вроде как складывается картинка. Но, если он заглянет в таксометр, он увидит, что там суммы не совпадают. Просто Моментум не посчитал пару поездок. Представляете? Ну, каких-нибудь таких, пусть даже по 200 рублей, это существенные деньги. И пока ты не напишешь, они тебе эти деньги не вернут. Далее. Отсутствие заправок с таксометра. В Моментуме, к сожалению, в этой экосистеме невозможно сделать заправку в таксометре. Так, проверка бонусов. Проверка бонусов может занимать до 24 часов, а может занимать несколько дней. Например, с 25 февраля по 1 марта Моментум проверял бонусы. И все, что к этому относится, даже персональные цели, в общем, никоим образом не оплачивалось. Далее. Нельзя привязать карту МИР. Вот. Ну, просто нельзя и все. Хотя многим сейчас карту МИР навязывают. Ну, типа, национальная платежная система и все такое прочее. Только виза или мастер-карт. Это неудобно. Далее. Ложную информацию дает Моментум к водителю и парку. Причем иногда разную. Относительно одного и того же обращения. Просто это хуже, чем боты в Яндексе. Далее. Блокировки водителей без причины. Блокирует водителей на 24 часа. А иногда и, например, на совсем. Когда Моментум решил, что служба безопасности Моментум не доверяет этому водителю. При том, что ни у парка, ни у Яндекса к этому водителю претензий нет. Каково вам, когда платежная система решает, работать вам вообще в такси или нет. Ну и, наконец, невозможность подключить других агрегаторов в приложении именно Моментум. Ну, то есть, многие спрашивают. А как же вы же вроде писали, что подключаете к Яндексу, а еще к Ситимобилу, а еще там к какому-нибудь Гету? Увы. С переходом на Моментум это стало невозможно. Ну и, собственно говоря, вот несколько скриншотов. Вот здесь вот Моментум просто заблокировал водителя. Пишет, знаете что? Так, у нас нет подтверждения, что по профилю этого водителя действительно работал двойник. Но все-таки водитель признан безнадежным со стороны службы безопасности. Поэтому мы не можем дать ему возможность работать с Моментум. Это большой риск для нас. Приехали. Так, что еще? С 25 февраля по 1 марта, по конец дня, производится сверка бонусов. И бонусы, в общем, будут начислены только после того, как их оплатит сам Яндекс. Так написано. Яндекс давно уже не отменяет бонусы. Не отбирает их, да? Но, тем не менее. Вот после того, как оплатит Яндекс, мы вам выплатим. Что за бред? Человек отправил себе 6 тысяч рублей с Моментума на карту. Деньги не пришли. Моментум пишет. Не переживайте, мы вернем ваши денежные средства на счет в Моментум в течение двух часов. Либо отправим их на вашу карту при наличии для этого технической возможности. Можем ли чем-нибудь еще помочь? И замолчали. Ну и, собственно говоря, вопрос остался нерешенным, пока Моментум где-то там внутри не продуплился. Здравствуйте. Технические работы были завершены до конца первой половины дня. Все ранее невыплаченные денежные средства поступят на счет Моментум. Текущие поездки могут поступать с задержкой. В связи со сменой отчетной недели могут наблюдаться задержки по поступлению данных о заказах по Яндекс. Что такое смена отчетной недели? Какое она имеет отношение к водителям? Непонятно. Ну и так далее, и так далее. Здесь у меня масса скриншотов о невыводе средств, о задержке в выплате бонусов, о задержке в выплате денежных средств, о блокировке и так далее. Все это уже просто достало. И поэтому Парк Космос принял решение, что он переходит на другую систему моментальных выплат. Она называется Такси Агрегатор. Собственно говоря, внизу размещу ссылку. Скачать это приложение можно будет уже завтра. Ну то есть сегодня в полночь, скажем так, вот выйдет этот ролик, да, и уже 4 числа в 0 часов 1 минуту можно скачать приложение Такси Агрегатор и пользоваться им. Но желательно всем водителям именно Парка Космос сегодня с 20 часов до 0 не находиться на линии вообще в связи со сменой вот этой платежной системы. А с 0 часов уже можно находиться на линии, работать и возить, в том числе и безналичные заказы. Выплата их начнется с 14 часов завтра и далее будет работать без сбоев. Также, в общем-то, все остальные плюшки, которые мы ожидаем от этой платежной системы, они будут внедрены. На этом у меня все. Не дайте себе запудрить мозги название моментальной выплаты, при том, когда вам морозят эти выплаты по 3,5 недели. До встречи.